В пригороде Кургана зажглись бардовские костры. Все начиналось 10 лет назад. Несколько курганских бардов и несколько палаток. Теперь фестиваль вышел на международный уровень. Вместе поют гости из Тюменской и Свердловских областей, представители Башкирии и Казахстана. Евгения Ладыгина пишет и поет песни с 12 лет. Однако на Бардовский приехала впервые. И сразу успех. Женщина получила гран-при фестиваля. Премию губернатора в размере 20 тысяч рублей. В фестивалях с юности, со студенчества я не участвовала. Это не случайная ситуация, собственно говоря. Новичкам везет. Фестиваль собирает ежегодно от полутора до двух с половиной тысяч любителей авторской песни. В этом году много детей. О себе заявили около 50 юных дарований. Судя по жизнерадостной такой атмосфере на фестивальной поляне, фестиваль действительно в этом году, как и в предыдущие годы, удался. И, как всегда, он исполнил свою, наверное, главную миссию. Он сплотил вокруг себя людей, вокруг музыки со смыслом. Программа в этом году длилась три дня. Участники прошлых лет пришли поддержать новичков и выступали для зрителей с веселыми песнями на разогреве. Лауреат 2005 года Михаил Авдюша приехал из Шадринска. В Кургане всегда была сильная исполнительская школа. То есть традиции уже есть определенные. Но гости скорее дают такие мастер-классы. Гости города рассказывают. Каждый год ждут этого события. Среди многих фестивалей авторской песни предпочтение все же отдают Сауральскому. И с удовольствием исполняют душевные песни в кругу своих друзей возле костра. Исполнители хорошие, авторы неплохие. И вот я считаю, что с погодой просто редко, как такая удача выпадает, чтобы такая прекрасная погода была. Лауреатов и дипломатов 11-го Курганского межрегионального фестиваля авторской песни «Бардовские костры» определили в разных возрастных категориях по трем номинациям. Лучший исполнитель, лучший автор-исполнитель и лучший ансамбль. Победители наградили ценными призами. Алина Юрина, Андрей Глазарин, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион-45». Алина Юрина, Андрей Глазарин, Сергей Балмасов, телекомпания «Бардовская шутка».